ну вот сегодня четвертый день симптомов действительно кашель стал меньше то что головная боль связано это с низким давлением ну либо да с низким давлением даже давление где-то 110 для меня это низкая систолическое давление крови 110 миллиметров тут даже вот и наверное оксигенации вот эти вот пальчиковым приборами тоже посмотрел то есть насыщение крови кислородом показывает 95 процентов это в принципе низковато то есть обычно раньше было 98-99 то есть чтобы 95 довести это специально тренировался где-то полторы минуты и задержки дыхания чтобы снизить оксигенацию до 95 процентов на это так сведению в принципе немножко в горле немножко кашель насморк почти что уже на нет сошел вот вот так смотрю сейчас интернете больше все обсуждают все прививки непрививки антиваксеры обижаются те что так что тем что их называют антиваксерами ну а как иначе называть то есть я не знаю поэтому в принципе нормальное такое английское название то есть как ведешь так и называют вот и вообще в принципе рассуждение дальше как-то раз растекаясь мыслью под требует уж называется в том числе о том кто выходит на улицу там есть противники прививок и вообще как бы ограничение по поэтому по этой инфекции значит выходит на улице всякие митинги и так далее вот и рассуждение вообще а кто вообще приходит на улице кто выходит на улицу по разным поводам во первых это достаточно нормально то есть это не является как сказать показателем того что вот в народе есть какое-то мнение то есть всегда найдется какое-то количество людей который будет против любой ситуации и всегда найдется большой достаточное большое количество активных людей которые выйдет на улице будет там кричать что они против этой ситуации но и тогда действительно должны быть скорее всего но вот как говорит шульман там своих то есть выходит на улицу достаточно активные молодые и скажем так не устроенные люди скорее всего то есть если у человека все нормально дома если там не там семья работа там ходит там зарабатывать деньги то есть какие то даже не обязательно там богатые там пусть он там ниже среднего ну его стабильно все это сам чем пойдет на улицу вот чего он пойдет на улице ты если его лично это не касается то есть если с точки зрения прививок получается что вот например я думаю что у меня там привили и это как-то повлияло повлияет это может повлиять на там мое здоровье как-то изменить его там коренным образом необратимо но это у меня в голове ведь то есть меня лично это не касается то есть грубо говоря мне не стали платить меньше зарплату я не знаю меня там не оштрафовали там ни за что то есть я как бы то есть жизнь моя осталась такой же чего это я пойду на улицу то есть это поэтому яhong раз вот то что лично касается не лично касается да то есть это убеждение это это за убеждения люди идут а убеждения то в голове как бы да то есть я там например там коммунист и я иду за коммунизма на улицу вот но я не не то то что там например я не знаю улучшить как эко климат это тоже получается убеждение например за за что-то конкретное то есть да здесь сложнее в общем короче говоря людей люди выходят на улицу в принципе я считаю когда им нечего делать когда мне чудил куда им нет некуда вы выплеснуть свою энергию выплеснуть свою энергию они потому что их там лично вот вот этих людей там это тысячу там 5000 человек вышли на улицу потому что их там лично им там стало хуже жить вот и они там добиваются чтобы это хуже стала обратно вернулась то есть это хуже там то мне не знаю там цены повысить в магазинах там там я не знаю там какие-то на хлеб цен на хлеб повысились два раза и вот значит вышли все которые покупали там хлеб за 5 евро там или там покупали за 3 евро а и это же вот буханг стал там 6 евро и вот они все вышли и требует чтобы опять стало три вот это конкретно лично коснулась да то есть я вот но если там мы я не знаю люди выходят там давайте там запретим атомной электростанции то есть лично это не касается то есть вот если люди например да вот если цена на электричество повысилась да и они говорят что давайте запретим атомной электростанции тогда значит цена на электричество понизится но скорее всего наоборот будет нет давайте запретим атомной электростанции пусть цена на электричество повысится но зато значит атомной электростанции и гиперболически как бы теоретически будет какая-то экологическое улучшение или там запретим коровам пукать ну запретим коровам пукать хорошо не знаю честно говоря вот или там я не знаю мне стало трудно дышать да то есть вот там я не знаю и потому что состав воздуха воздуха окружающего где там на улице нахожусь стал хуже и там процент кислорода стал не 20 процентов не 21 а там 19 я это измерил своим приборчиком там да я пришел там вот неделю назад было значит 21 процент а сейчас стало 19 и уже кислорода и вот я взял себе оксигенатор и значит соответственно это мне надо чаще дышать глубже дышать или там какой-нибудь вредный состав там появился нам нет этого не не за это вышли на улицу вот вышли вот из-за чего-то там из-за какой-то абстрактной идеи то есть он ухудшение здоровья в случае например там случае за счет прививок от водка вида это абстрактная идея то есть она не как сказать она не материально точно так же как абстрактная идея это самый то есть ну там я не знаю повышение температуры там общей на земле это абстрактная идея потому что ну да там ледники тают там это сам то есть это конкретно но это не не связано то есть нельзя сказать что а вот там корову перестанут пукать значит тогда ледники перестанут таять вот это то есть сопоставили до сказали что вот корова пукают а ледники тают ну значит это связано вот в огороде бузина в киеве дядька как у нас раньше говорили ну вот такого вида поэтому в любом в любой ситуации найдутся те пять тысяч людей в любом городе которые могут выйти на улицу и значит митинговать против этой ситуации но это не значит что на их на эти 5000 найдется других 50 которые будут митинговать бы за митинговали бы за эту ситуацию но тем которые 50 тысяч митинговать за эту ситуацию смысла нет, потому что эта ситуация уже есть. И вот когда идут какие-то митинги, я думаю, почему же надо всегда делать параллельный митинг, давать отмашку параллельному митингу. Если там, например, против прививок, то должны выступить параллельно за прививки. И тогда хотя бы те же недовольные жизнью, работой и эти самые. То есть предположим, что людей, в общем-то, да, то есть в общем части людей, есть некоторое количество людей, которые могут выходить на митинг, да, то есть есть какое-то количество людей, которые не выйдет на митинг. То есть довольны они прививкой, недовольны, они не выйдут в принципе. Довольны они ситуацией или недовольны ситуацией. Вот, есть у них какая-то идея или нет, но есть какое-то количество людей, скажем, которые выйдут на митинг. Вот. И значит, из этих людей, которые выйдет на митинг, значит, какое-то количество за, какое-то количество против этой ситуации. Но, так как выходят только те, которые против, потому что тем, которые за, какой смысл выходить? Нельзя сказать, что ага, вот люди протестуют, это мы видим, но людей поддерживающих мы не видим. Поэтому, значит, соответственно, ага, значит, протест в массах, на самом деле, мы же не знаем, то есть если объявить митинг за, может выйдет в сто раз больше, мы же не знаем. Из той массы, которая выходит, которая могут периодически, поэтому вот такая вот ситуация. Но это так размышления. Вот, поэтому, ну, как обычно, больно не тем, кому больно, а тем, кто громче кричит. Вот, поэтому, всегда вот эта ситуация, да, те, кто громче кричит, на того и обращают внимание. Вот, примерно так. Ну, это мыслью по древу.